Практически всю жизнь Тамара Скокова занимается музыкой. Шесть лет ее отдали в музыкальную школу, а в одиннадцать она уже не представляла себе другой жизни и профессии, кроме учителя музыки. Мечта девочки сбылась. После окончания школы она попала в училище, а затем в консерваторию. После учебы Тамара Михайловна попала по распределению в наш город. И уже почти сорок пять лет учит музыке подрастающее поколение в детской школе искусств. Профессия мне моя нравится. Во-первых, мы всегда молодой душой, потому что мы работаем с детьми. И кажется, что мы никогда не состаримся, потому что дети нас все время обновляют, они нас все время подпитывают. А то, что мы даем детям, я считаю, что это практически самое главное в жизни. Потому что мы воспитываем душу детей. Тамара Михайловна вырастила не одно поколение талантливых детей. Детскую школу искусств ее выпускники покидали, имея за плечами сформированный вкус и любовь к прекрасному. А еще, как говорит Тамара Скокова, музыка научила ее воспитанников думать и трудиться. То есть, если только голова чуть-чуть отключается, руки уже перестают, как говорится, делать прекрасную музыку. Поэтому работа головы, работа души, вообще трудолюбие, организованность, это все сопутствует занятиям нашим прекрасным видам искусства. В отличие от Тамары Скоковой, ее коллега Инесса Гришина пришла в профессию случайно. Инесса Олеговна никогда не думала, что будет преподавателем, однако судьба распорядилась иначе. Выучившись на архитектор, она искала работу и увидела объявление, что в детскую школу искусств нужен человек с соответствующим образованием для работы на новом архитектурном отделении. Когда маленький человек приходит, маленький ученик, то есть, ну, ребенок, естественно, мы учим вообще общим каким-то понятием, как работать с материалом, как создавать композицию, как нарисовать предмет. То есть, это вот, ну, с азов начинается, а потом уже повзрослее, хотя и уже с маленькими мы делаем какие-то проектные такие работы. Основная работа начинается, когда воспитанники подрастают. Под руководством Инессы Гришина и ее коллег дети делают в год четыре проекта. Создают настоящие архитектурные композиции в разных стилях. В этом году воспитанники отделения работают над панно. Посмотреть работы ребят из детской школы искусств можно на выставке «Я и Саров. Мечты о будущем» в художественной школе без возрастных ограничений. Екатерина Опенова, Константин Островский, Евгений Ивашенко. Служба новостей Саров-24.